Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа Эх, времена и в студии Михаил Лицарев. Сегодня у меня очень интересный гость Маргарита Верига, кондитер шоколадной фабрики Криола. Маргарита, здравствуйте! Да, Миш, добрый день! Вот, мы уже сразу же так все неформально начинаем. Миша, Рита, все в порядке. И сегодня, дорогие друзья, будет тема очень интересная. Я бы даже сказал, своеобразная. Мы будем говорить о политике, истории и продуктах. Ну, а также, конечно же, кондитерском мастерстве. Иначе зачем же здесь кондитер шоколадной фабрики Криола? И мы с вами помним вот эти вот относительно недавние времена, как, допустим, в 2010 году бабахнула греча, когда там цены на нее куда-то пошли, да, когда гречка стала очень дорогой. Относительно недавно, вот буквально здесь перед коронавирусом, помните, имбирь у нас стоил невероятно дорого, гречка стала исчезать с полок магазинов. И вот эти моменты, на самом деле, они очень-очень многих людей волнуют. Поднимается зачастую паника. И мы постараемся с вами сегодня как-то разобраться, есть ли основания вообще каким-либо образом паниковать. И вообще, знаете, пожалуй, одним из ключевых вопросов эпохи гласности, который, в конце концов, добил, я бы даже так лучше сказал, забил последний гвоздь в гроб СССР, был вопрос, когда появится колбаса. Горбачев не смог найти ответа, и СССР не стало. Довольно много исследований показывают, что советский человек к концу истории Советского Союза в общем-то уже и неплохо зарабатывал. Были оценки теневой экономики в СССР. По ней, к примеру, вот цифры. В среднем теневых доходов у советского человека было около 9,6%, а расходов 17,7%. То есть, легально зарабатывали больше, чем была возможность потратить. И не вызывает вообще никаких сомнений, если бы советская власть обеспечивала людей под конец, да, вот всем продовольственным, скажем так, базисом, то все было бы хорошо. Получилось по итогу так, что советский человек жил в мире каких-то странных и непонятных продуктовых фетишей, которые можно отнести к колбасу, растворимый кофе, кетчуп, кока-колу, шпроты и, опять же, ту же самую гречку. Мы с вами сразу же можем вспомнить вот эти вот выражения с отового времени, да, дефицит, блат, очереди, заказы, наборы, спецстоловые и магазины «Березка». И когда мы с вами говорим «мафия», мы в первую очередь подразумеваем торговую мафию, понимаете, продуктовую, в какой-то даже степени. И демократическое движение прочно ассоциировалось с протестом против продовольственных привилегий номенклатуры. А можно, допустим, зайти и с другой стороны. Есть такое очень интересное исследование, по которому сравнивают кулинарию, а правильно, дорогие друзья, говорить «кулинария», не «кулинария». Я не пошел в кулинарию, я пошел в кулинарию. И в этом исследовании говорят, что, допустим, кухня при авторитаризме, как правило, будет изысканнее, чем при демократии. Вроде бы европейские страны, такие как, допустим, Франция и Англия, находятся на одном уровне развития политического, экономического, социального, но, понимаете, в Англии вершиной вообще кулинарного дела является фишн-чипс и фулл-инглиш-брекфаст. То есть мы с вами прекрасно знаем фишн-чипс, это вот эта вот картошка-фри и рыба. Все. На этом, собственно, все заканчивается. Как же так? Как же так? Это по-другому как джанк-фуд, как говорят сейчас, или же там просто-напросто жратва, это даже по-другому и не назвать. Почему? Объяснение, на самом деле, восходит к началу нового времени. В Англии парламент довольно рано постановил, что король должен жить из своих средств. То есть на развитие флота, колонии деньги выделялись, но вот на развлечения нет. А вот во Франции же парламент был слабый. Абсолютизм позволял тратить без счета деньги и на армию, и на поддержку искуд, и на развитие кулинарии в том числе. Вот пусть у крестьяна добирают все, но пиры при королевском дворе не прекращаются. И неудивительно, что абсолютизм во Франции закончился фразой Марии Антуанетты, ее, пожалуй, самая известная фраза, она, наверное, только этой фразой и запомнилась, пусть едят пирожны. И думаю, что не надо говорить, насколько русская аристократия пыталась равняться на французскую. Русские помещики тратили деньги на роскошь по французскому примеру, в том числе развивая высокую кухню. И неудивительно, что сегодня высокая русская кухня отсылает гурманов к 1913 году. С политической точки зрения такие увлечения русской аристократии оказались для нее губительными. И если мы с вами возьмем просто и сравним вот эту высокую кухню русскую до 1917 года и, к примеру, крестьянскую, то мы очень сильно удивимся. Там есть, понимаете, овсяный кисель. А овсяный кисель это такое себе. Рита, вот как вы скажете, овсяный кисель вкусный или не вкусный? Как вы считаете? Вы ведь, наверное, пробовали его в детстве или как-то? Как ни странно, пробовать я его не пробовала, но я пробовала его готовить. Как один мой хороший знакомый высказался, овсяный кисель это как голубой сыр. Он отвратительно воняет, вот реально воняет. Но запах у него правда ужасный. Но на вкус он меня уверил, что это божественно. Я, честно говоря, рисковать не стала, потому что запах меня уже далеко отогнал от него. Я больше к нему не подходила. И одно из главных завоеваний постсоветского режима это возможность набить свой холодильник чем угодно, доверху. Ну, понятно, по мере, скажем так, вашего заработка, достатка. В целом, хотя непонятно вообще, что с этим совсем делать, когда перед тобой 60 видов сыров. Непонятно, для кого это они. Но не в этом дело. Пример. В начале 2000-х годов начинается такое массовое увлечение суши. Лично для меня загадка вообще, что в этом есть такого нормального, хорошего, вкусного. Тем более, что это вот те суши, которые у нас, это не те самые суши. Их вообще изобрели в Норвегии, если мне память не изменяет. В Японии они такое не едят. И вот столицей суши становится Петербург. Этот город стал самым таким вообще большим любителем суши, где самая заказуемая позиция в меню ресторанов именно суши. Если лишить, на мой взгляд, если лишить столичных барышень суши, то начнётся какая-нибудь революция. В Инстаграме сразу станет меньше фоток. Да, гораздо меньше, между прочим. Станут меньше чекиниться в ресторанчиках. Их станет гораздо, гораздо меньше. И также вот интересная очень аналогия. В России это гражданский институт и кулинария. Как, допустим, там определение, да, обед. Вот у нас в России понятие обеда, это понятие очень растяжимое. Мы можем пообедать в 11, можем пообедать в 12, в час, в два. А можем вообще, знаете, у нас есть ранний обед, у нас есть поздний обед. У нас очень много вообще обедов. И непонятно, что с ними в действительности делать. Ну вот, опять же, Франция та же самая. Там обед, это почти как конституция. Это как ритуал. Если, понимаете, по-другому не может быть. В том числе и у англосаксов именно так же. Появляется у них и деловой завтрак, а также деловой обед. И это тоже от них. Отдельная история. Можно ли выпить за обедом? Ну, давайте мы с вами сравним, собственно, россиян с итальянцами и французами. Как продолжится рабочий день среднего работника, если он выпьет в обед два бокала вина. Или чего-то другого. Ну, понятно, что никак. И тут также стоит сказать о таком очень новомодном понятии у термине soft power, да, то есть мягкая сила. Кулинария во внешней политике – это в действительности инструмент господства. Одна из самых сильных видов вот этого самого, этой самой мягкой силы. Кока-кола и Макдональдс. Ножки Буша, пожалуйста, сейчас уже всемирное распространение китайской лапши, японских суши – явное свидетельство того, что Азия стремительно развивается не только в экономическом плане. Сразу же после падения коммунизма в Болгарии хотели на месте памятника советским солдатам построить памятник Кока-коле. Понимаете, Кока-коле, как символу свободы и прогресса. Ну, понятно, со временем они стали мыслить более трезво и догадались, что Кока-колу вообще, кроме как что-то разбавлять ей или же просто так пить – все, это абсолютно бесполезное, что-то такое непонятное. Я вспоминаю сразу же свою педагогическую практику, когда один из моих школьников в 2014 году после введения первых санкций сказал «Михаил Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к Путину?» Я говорю, да как, ну, Путин там, гарант конституции, наш президент, все дела. Он говорит, вот вы знаете, если тут вот сейчас ведут санкции, и я не смогу пить свою любимую Кока-колу, я возненавижу их всех. Понимаете, то есть человек, молодой человек, школьник готов переживать достаточно серьезные, жесткие чувства, такие как ненависть в отношении других людей только из-за того, что он не будет пить свою Кока-колу. И если мы с вами говорим о русской кухне в мире, то очень жаль, что наше правительство не продвигает вот это все дело по всему миру. В мире, в действительности, прекрасно знаем, что Россия – это не только чебурашка, водка и балалайка. Вот, к примеру, по всей Испании продается так называемый Russian Celt. Это вареные овощи с майонезом, что-то наподобие оливье. От советской кухни также досталось и чикен киев, то есть котлеты по-киевски. А вот в Польше считается чуть ли не национальным блюдом так называемые пироги. Это в действительности просто-напросто пельмени. Понимаете, это просто пельмени, но под названием пироги. И вот в данном случае сразу же вспоминается пример советского империализма, который в действительности был очень даже успешным. По всему Союзу в меню можно было найти и борщ, и шашлык, и плов, и пельмени, и селедку под шубой. Возвращаясь к гречке. Гречка может быть такой же нашей российской мягкой силой, как и условная Кока-Кола. Понимаете, вот квасом, чтобы вы понимали, квасом уже залили весь мир. Даже Кока-Кола стала производить и продавать квас. Кока-Кола производит и продает квас. Вообще что-то нереальное. Вот, дорогие друзья, и чтобы вот скрасить такой, знаете, политический какой-то, может быть, даже для кого-то негатив, я хотел бы обратиться к Маргарите. Маргарита, я, насколько знаю, у вас есть такой проект кондитерской под названием Верига Пестри. Вы готовите, делаете тортики всякие разные, кексики, сладости и прочее, прочее, прочее. Я правильно понимаю? Да, всё правильно, да. Мы делаем людей чуточку счастливее. Так, чуточку счастливее, замечательно. И вот скажите, вы как кондитер, что вы могли бы рассказать, если вот брать сладости, историю, политику? Вот есть ли у вас какие-то истории? Что вы можете нам рассказать? Потому что мне в действительности очень интересно. Я прекрасно понимаю, что какие-нибудь пирожные там или огурцы, понятно, они были и в прошлом, но мне вот интересны какие-то примеры из истории. Ну, история этого всего дела достаточно большая, обширная и достаточно... Кондитер – это вообще достаточно древняя профессия, весьма древняя. Не так, как многие могут считать, что кондитер – это вот какой-то новодел, они тут недавно появились, нет, на самом деле кондитерское искусство, кондитерское ремесло, кондитерское дело. Это можно по-разному называть, да, по-всякому интерпретировать. Это очень древняя вещь, на самом деле, и кондитер, он всегда считался уважаемым человеком. Он был очень образован. И в старину людей, которые претендовали на это звание, обучали весьма разным наукам. Весьма разным наукам. То есть это архитектура, это история искусства, это, как сказать правильно, кондитер обязан был уметь хорошо рисовать. То есть это рисунок, черчение, лепка, даже лепка. Они должны были хорошо знать кондитерский инвентарь. Это достаточно такие замысловатые названия, весьма сложные. Они обязаны были это знать и уметь им распоряжаться и обращаться правильно с этими всеми вещами. Вот, поэтому, да, обучение люди допускались, которые умели, да, красиво рисовать, и которые непосредственно обладали весьма хорошим вкусом. Я вот думаю, из меня получился плохой бы кондитер, потому что для меня человечка нарисовать, это вот эти вот палочки, знаете, и вот сверху кружочек. Да ну бросьте. Я думаю, что, в принципе, Миша, у вас бы всё получилось. Главное, было бы желание. Так, а какие-нибудь примеры, Рита? А вот что-то вот, можете рассказать вот такое вот прямо что-нибудь интересное? Интересное, это именно исходя из чего? Касаемо там каких-то изделий кондитерских, да? Да, да, да. Ну, вообще, вы знаете, когда мы говорим про кондитерскую какую-то деятельность, про какие-то пирожные, про сладости, что, какие вот, например, кто нам приходит первыми на ум, кто у нас создатели вообще этих всех вещей? Французы? Французы, хорошо. А кто ещё? А, только они французы, да, видимо, делают сладости, да? Ну, французы, не знаю, немцы, австрийцы с шоколадом с их. Вот, Австрия, это очень хорошо. И ещё один есть вариант, очень даже такой распространённый, они наряду с французами прямо идут. Честно, теряюсь в догадках? Итальянцы. А, ну, конечно, да. Три столпа, которые у нас всё это дело сдвигали, создавали. Это Австрия, Италия и Франция. Вот, ну, тогда, если у нас первыми Франция была и Австрия, да, что первое тоже, вот, опять-таки, да, ассоциативный ряд выстраивая, какие мы сладости вспоминаем? Франция. Вот что во Франции такого вот самого первого? Вот, верно. Но, опять-таки, это же первое заблуждение, когда утверждают, что круассаны — это Франция. Ну, не всегда. Это не совсем точно считать круассаны французской классикой. Существует такая легенда, что первыми начали выпекать круассаны именно в Австрии. Именно в Австрии. Это вот именно то, что мы называем круассанами. Когда в 1683 году была осада Вены, и турки стали делать подкопы под городскими стенами, врагов услышали пекари, которые работали по ночам в своих погребах. Они вот работали в таких вот полевых условиях весьма. И они услышали, что идет осада, и, в общем-то, они, можно сказать, как герои прямо предотвратили эту осаду. И в итоге, в качестве награды за то, что они успели предупредить городских властей, да, вместо того, чтобы попытаться продать ранний завтрак захватчикам, пекари получили в дар право печь булочки как раз-таки в форме полумесяца, как на флаге империи. В общем, круассаны все-таки появились изначально в Австрии. Что у нас еще такого самого интересного из классики есть? Это что у нас? Ну, круассаны. Хорошо, круассаны мы прошли. Вот Наполеон. Да ладно, правда? А не классика? Ну, это классика, разумеется, но я думала, что будет все-таки что-то другое. Ну, там какие-нибудь теклеры или прочее-прочее. Ну, тоже, знаешь, из этого же рода. Так. Ну, в общем, вот. А что касается Наполеона, тут вообще была отдельная, на самом деле, история. Их даже было две версии, они достаточно такие интересные. Но понятное дело, что Наполеон — это кто? Ну, понятно. Ну, понятно, да, кто. Да, соответственно, первая история была связана с таким, с патриотическим, да, наверное, когда в честь Победы этот торт был как символ Победы. То есть, когда ты съедал вот этот вот треугольный кусочек, да, в виде треуголки как раз Наполеона, да, ты его съедал, и это было такое торжествующее, да, ощущение такой некой Победы, поглощения, да, вот одержания Победы. А вот эта вот милая стружечка, которая его обволакивает, это, собственно, ассоциация с русской зимой. Вот, как интересно, вот этот хруст, это вот русская зима, вот эта крепкая, которая сыграла немалую роль как раз-таки в Победе непосредственно над французами. Это вот первая как раз версия создания этого торта, но она такая очень спорная и двоярная. Сомнительная. Да, весьма сомнительная на самом деле, потому что в треуголке носили не только французы, да, но и наши полководцы. Михаил, вы как историк, вы, наверное, знаете, да, что... Треуголки, это вообще, в принципе, распространённая штука нового времени. Ну вот, поэтому, да, это тоже очень такой спорный вопрос, потому что и до, вообще, на самом деле, до войны этот торт готовили, и есть даже некоторые какие-то документы, которые это подтверждают, то есть те же кулинарные книги какие-то, да, вот какие-то такие вот вещи, которые подтверждают этот факт. И вторая версия, она такая более пикантная, что ли, неформальная, да, касаемо вот тоже непосредственно Наполеона, и если, как бы, десерт правды придуман во Франции, то можно как бы и покопаться в книгах, и можно найти историю поучительную как раз-таки о том, как вот застукавшая Наполеона за флиртом с фрейлиной Жозефина, которая жена его, да, она разослилась на своего супруга и отлучила неверного мужа от супружеского ложи, вот, да. А он не знал, что делать, и в итоге решение ему подсказал маршал Даву, который, да, он посоветовал императору сообщить своей жене, будто бы он нашёптывал вот этой вот девушке на ушко неприятности какие-то, да, и непристойности, да, как в то время, а пытался выведать секретный рецепт вкусного какого-то торта, такого удивительного, да, чтобы порадовать свою супругу. Она у него была, кстати, очень такой сладкоежкой, вот. И, значит, она потребовала незамедлительно раскрыть этот секрет, и всё-таки вот эти вот результаты творчества этого ей преподнести непосредственно. Ну и повара, кондитеры, схватившись за голову, они начали экспериментировать, да, вот в итоге за основу в рецепт лёг старинный пирог под названием Королевская Галета, то есть это вот как раз эти вот слои Наполеона, которых очень-очень много, да, и дабы это разнообразить, они промазали это всё дело заварным кремом. То есть, по сути, вся классика, которую мы знаем, да, это куча-куча слоёв, вот этот вот прекрасный наш обалденный заварной крем. Вот, и, собственно, торт имел вполне оправданный успех, между прочим, да. А позднее довольно Жозефина дала ему название в честь супруга. Вот как раз таки. А что ещё есть такого вот из известного, что может быть знакомо каждому из наших слушателей? Какие вот ещё эклеры, может быть? Эклеры, это можно вспомнить серию зералаша, вот как раз когда два мальчонки на спор, они съели целую гору эклеров. То есть, действительно, эклер в советское время, он был одним из самых популярных десертов. Многие сегодня считают, что эклеры наряду с докторской колбасой, как раз таки, да, которая упоминалась ранее, да, и мороженый пломбир были созданы в СССР на самом-то деле. Но на самом деле, да, это недалеко, не совсем так, вернее, да, это не совсем так, как считают. То есть, история эклеров, она достаточно тоже давняя, сказать, древняя. Не знаю, можете меня поправить, Миш, как это правильно будет звучать, да, с вашей профессиональной точки зрения. История эклеров, она уходит далеко, корнями, где-то вот примерно в XVI век, это вот представляете, да. И вообще прототипы эклеров опять-таки появились во Франции, при дворе королевы Екатерины Недичи. Вот. И в России его, вот, как многие заграничные штучки, Пётр Первый привёз. Пётр Первый вообще был любителем проводить всякие штуки. Вот. И, то есть, ну, вернее, не сам, не сам Эклера, да, он привёз, а он привёз заграничных кондитеров, собственно, да, и они у нас уже это всё дело придумывали, придумывали заварное тесто и все вот эти вот наполнения, и всё вот это вот. То есть, Пётр Первый привёл у нас модную европейскую кухню. То есть, да. А у нас в действительности мода сейчас так распространена, что всегда есть какая-то рекламная пауза. И, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Мы прервёмся на рекламную паузу. Скоро услышимся с вами. Эх, времена! Итак, уважаемые радиослушатели, с вами в эфире программа Эх, времена! Мы продолжаем говорить о политике, истории, продуктах, кулинарии, кондитерстве. И с вами в студии Михаил Элицарев, а также Маргарита Верига. Итак, дорогие друзья, сейчас хотелось бы сказать о тех вещах, о тех продуктах, которые перевернули мир. И понимание вообще некоторых вообще, скажем так, обыденностей наших с вами. Начать хотелось бы, конечно же, с кофе. Мы с вами пьём кофе сейчас на постоянку. Ну, кто-то любит, кто-то не любит, кто-то кофе предпочитает чай, о котором мы также скажем, забегая наперёд. Но первоначально кофе выращивали в Эфиопии. Именно в Эфиопии кофе становится традиционным напитком, но не в привычном для нас понимании. В этой стране из перебродивших ягод готовили алкогольный напиток, а перемолотые сырые зёрна смешивали с животным жиром для приготовления бодрящей энергетической смеси. Но, так или иначе, мировая история кофе начинается не в Эфиопии, а в южной части Аравийского полуострова, на территории государства Йемен, да, нынешней, где в средние века также начали выращивать эту культуру, возможно, на поддерживающие силы зерна, обратили внимание, путешествующие по Восточной Африке, по Восточной Африке арабские работорговцы, и научились готовить напиток из обжаренных зёрен. При этом у бодрящего питья появилась особая целевая аудитория. Кофе начали использовать при проведении своих практик приверженцы суфизма, мистического мусульманского учения, которое было крайне популярно на Юге Аравии. Суфиям нужно было на протяжении всей ночи, вот, понимаете, всю ночь, бдить, в религиозном плане бдить, то есть соблюдать некие ритуалы. И кофе стало тем самым напитком, который помог в этом деле. До кофе употреблялись свежие листья ката. Но дело вот в чём. Если кат бодрит так же, как кофе, может быть, даже и лучше, но бодрит кат только в свежем виде, только тогда, когда вот он вот только-только был сорван. И здесь у кофе появляется огромное и огромное преимущество, так как кофе можно было перевозить спокойно и даже не бояться за то, что он мог бы испортиться. До завоевания мира было ещё далеко, так скажем, до проникновения кучи культур и продуктов в различные, скажем так, другие культуры, цивилизации и народы. И, тем не менее, попадание в суфийскую среду создавало важные предпосылки, так как суфийские ордена существовали в самых разных регионах мусульманского мира, и еменские суфии готовы были делиться со своими братьями новым источником бодрости. Кроме того, сам суфийский орден не был закрытой монастырской общиной. Последователи учения жили и в миру, и, как правило, имели семьи и повседневные занятия. И таким образом кофе стало расходиться к середине XVI века по Восточному Средиземноморью, и по итогу достигло Константинополя, Царьграда, Стамбула. В городах появились сотни кофеен, которые отчасти выполняли роль кабаков и трактиров в безалкогольном мире. Люди собирались в них для того, чтобы проводить время, играть в азартные игры и так или иначе выключаться из повседневности. Постепенно кофе начал попадать и в Европу. Любой товар, популярный и ценимый на Востоке, рано или поздно оказывался в Европе благодаря венецианским купцам, которые имели вообще монополию на торговлю в Средиземноморском регионе. Со второй половины XVII века кофейни становятся особыми деловыми клубами. По большому счету, кофе в это время сформировал новую культуру общения между политиками, бизнесменами и людьми свободных профессий. В кофейни не действовали сословные и гендерные барьеры, которые по-прежнему были важны для многих других социальных форматов, а для того времени тем более, дорогие друзья. При этом отсутствие алкоголя и довольно существенная цена напитка формировали круг клиентов. Главным образом это были люди с достатком и с разного рода деловыми целями. Здесь обменивались информацией, заключались сделки, заводили полезные знакомства, и кофе в этом смысле создавал новую деловую Европу. Начиная со второй половины 17 века, появление кофе постепенно начало влиять на саму концепцию делового утра, о которой мы говорили с вами в самом начале. И на протяжении нескольких столетий Йемен сохранял монополию на производство кофейных зерен. Именно из Йемена, и ставшего легендарным портом Мокка, в уже обработанном виде зерна уплывали куда-то далеко-далеко. Однако местные власти не стали предоставлять монопольные права на закупки кофе ни одной европейской торговой корпорации, заставляя их торговаться и поднимать цену. Это определило ситуацию, при которой никто, кроме йеменцев, не был заинтересован в сохранении эксклюзивного статуса этого региона как единственного источника кофе. И первые плантации появляются в первой половине XVIII века в Южной Америке, а также азиатских, европейских колониях. И именно эти колонии смогли обеспечить поток относительно дешевого сырья на территорию Африки и потом уже транзитом в Европу. Таким образом, кофе и появился в Европе в массовости благодаря вот как раз колонии. А я, насколько я знаю, Маргарита, хотела как раз рассказать о сахаре. Про сахар. Ну, что можно рассказать про сахар? Сахар тоже такая интересная вещь достаточно. Его родиной считается Индия. Из чего делали раньше сахар? Ну и сейчас, в общем-то, делают. Это сахарный тростник. Он изначально происходит из индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии. И, собственно, благодаря ей появился сахар в Европе, а затем и в России. В России сахар у нас появляется в XII столетии. И несколько веков это была такой роскошью, которая была доступна только лишь богатым людям, знайте. И бедняки о сладостях вообще не могли, в принципе, и мечтать. А богатые люди, они лакомились единцами, вареньем, засахаренными ягодами. А бедные по-прежнему, они довольствовались только лишь мёдом. Да, как раз сейчас у нас такая ирония. Мёд, он на вес золота, да, а сахар, куда ни посмотри, он везде у нас, собственно. А в начале XVIII столетия, опять-таки, наш прекрасный Пётр I, вот, он открыл в России первую сахарную палату. И выпускаемый ею сахар был достаточно дорогим, потому что, собственно, сырьё для производства, да, оно было из-за границы привезено, соответственно, это было очень дорого. А в начале XIX века для производства сахара в России начали использовать свёклу. Соответственно, цена на сахар, она резко упала. И, в общем-то, почти сразу свёкольный сахар обогнал тростниковую по объёму производства в России, собственно. И в Европе впервые упоминания о сладостях как раз встречаются ещё в древнеримских текстах. Поэтому сахар – это очень тоже такая древняя вещь со своей как раз-таки богатой историей. Да, спасибо большое, Рита. А также хотелось бы отметить, что к знаковым вообще продуктам можно отнести и перец чили, который формировал кухню в действительности многих стран мира, таких как Япония, Индия, и попал в тот регион в XVI веке, так как за перцем Чили была установлена монополия за страной Португалии. А португальцы распространяли достаточно спокойно, не считали это большой ценностью, как те же самые благовония условно, да, или же пряности. И следующая культура, которая вот многих из нас поражает, когда мы заходим в магазин и не понимаем вообще, откуда она взялась, это кино. Кино родом из Южной Америки, и достаточно долгое время люди Южной Америки питались кино, почти две тысячи лет. Но после завоевания Южной Америки, Центральной Америки, испанцами, португальцами, данная культура стала уходить вглубь регионов, то есть в столичных городах, и просто в городах нельзя было даже, в принципе, встретить кино. Вспомнили вновь о данной культуре только в 1980-е годы. Только тогда кино вновь становится культурой, которую можно покупать, которую можно продавать, и кушать, и есть. А вспомнили в связи с тем, что именно благодаря ей попытались побороть голод. Дешевая, проста в производстве, в выращивании, дешевая абсолютно, и ее можно было распространить по всему миру, что, собственно, и сделали. Дорогие друзья, мы подошли к концу, в очередной раз не успели ни о чем-то говорить, но мне хотелось бы сказать вам вот что. Мы живем в эпоху, когда большие радости в действительности редки. Не каждый день мы покупаем машины, не каждый день мы покупаем с вами квартиры, какие-то большие-большие покупки. Но наше с вами счастье, наше с вами мир, и наша с вами жизнь строятся, исходя из маленьких радостей. Именно они клубком наматываются вокруг нас, как ком, как, опять же, комок шерсти, на, или же комок ниток, клубок, прошу прощения. И именно вот эти малые радости формируют нашу жизнь. Выйдите сегодня на улицу, скушайте мороженого, выпейте чаю, выпейте кофе, обнимите близкого, любимого человека, позвоните дорогому вам человеку, и будьте счастливы, дорогие кировчане. Всего вам доброго. Спасибо, что служили нас сегодня. Хорошего вам дня. Эх, времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова